Этот символ Один из самых важных символов во всем символизме Это самый выделяющийся символ на однодолларовой купюре И один из самых обсуждаемых символов на Земле И очень мало людей понимают, что он значит на самом деле Я собираюсь его полностью проанализировать, сверху донизу Пройти через все его элементы и попытаться объяснить его настолько полно и ясно, насколько это возможно Это символ всех мистических традиций Очень просто, это символ всего оккультизма Конечно же, он древнеегипетский по своему исходному образу Это символическое изображение, и оно древнеегипетское, и для этого есть причина Мы видим различные элементы этого символа Один из них слова «Ануит Коэптис» сверху Затем у нас есть пирамида, замковый камень которой отсутствует Вершина ее отсутствует, то есть это незавершенная пирамида Поверх пирамиды двухмерный просвет в небе Как видите, двухмерное отверстие или разрыв в небе И позади него мы видим глаз И этот глаз излучает свет Пирамида состоит из 13 рядов блоков И на ее основании написана дата римскими цифрами, девятью римскими цифрами Еще здесь видна лента со словами «Новус ордо стеклорум», написанными на ней ниже пирамиды То есть мы должны понять каждый элемент Каждый элемент здесь не случайен Он помещен умышленно И создатели этого сигила Потому что это именно сигил Составленный из многих символов Ничего не поместили в него по случайности И все здесь имеет какое-то значение Итак, давайте начнем рассматривать эти символы по одному Ануит коептис Это латынь, и это означает Ануит значит поддерживать или смотреть благосклонно на что-то Коептис значит предприятие или дело Или проект Делание Осуществляемая работа, мы могли бы сказать То есть Ануит коептис означает «Он поддерживает» А может значит и она поддерживает наш проект Он поддерживает наши труды Он благосклонен к делаемой нами работе Итак, он поддерживает наши труды Это хороший перевод Слова «новус, орду, секлорум» часто являются предметом жарких споров В смысле их значения «новус» значит «новый», «орда» значит «порядок» или «путь» А слово «секлорум» является предметом споров Поэтому я обращаюсь к словарю латинского языка И ищу слово «саеклорум» С-А-Е-С-И-Л-О-А-Ю-М Потому что люди обычно говорят, что Секлорум значит «в веках» Поэтому я смотрю слово «саеклорум» И оно значит «эпоха», «поколение», «люди, рожденные в определенное время», «раса», «нынешнее время», «нынешний век», «столетие» Поэтому если бы эта фраза говорила «новый вековой порядок», Мы бы тогда видели букву «эй» между «эс» и «и» Она бы произносила «новус, орду, саеклорум» Но здесь написано «секлорум» То есть очевидно, что это ошибочное значение Многие люди скажут, что это означает именно «это» и не означает «вековой» Слово «секлорум» Найдите его в латинском словаре И вы увидите, что это словесная модификация Отбрасывание букв «си-эл» Произошло от «си-ю-эл» То есть внутреннее «си-эл» может быть заменено на «си-ю-эл», что дает нам «секулорум» И «секулум» «Секули» — это имя существительное, означающее «мир», «вселенная», «секулор» Временные, земные или мировые события, заботы или искушения Итак, становится ясно, думаю, это должно быть решено, установлено раз и навсегда Чтобы нам не приходилось слышать этот неверный, коннотативно неверный перевод «Новый порядок в веках» Эта фраза ясно говорит «новый мировой порядок» И это все, все, что это означает Давайте определим это раз и навсегда Итак, он поддерживает наши труды «Новый мировой порядок» И вы видите здесь глаз в треугольнике, глядящий из другого измерения пространства в нашу реальность Свет льется на землю из другой реальности И строится пирамида Итак, он поддерживает наши труды «Новый мировой порядок» Что это означает? Кто поддерживает этот проект? В чем состоит эта работа? И что такое «Новый мировой порядок»? Что очевидно, это та сущность, кто поддерживает труды Этот проект и есть работа, которую совершают И это незавершенный проект Это дата, когда этот проект мог быть начат или должен быть закончен В зависимости от того, как мы смотрим на этот символ Мы должны понимать немного о древнеегипетской космологии И главном солнечном боге, солнечном диске Который мы рассматриваем как бога Гора, Ра Или Сета в качестве темной его инкарнации В действительности все эти принципы могут быть понимаемы Как единый солнечный бог, известный как Атен или Атон В зависимости от прочтения Это можно прочесть как Атен или Атон И Эхнатон, представитель 18-й древнеегипетской династии Был на самом деле назван в честь него Он фараон 18-й династии Он ввел в древнеегипетскую космологию концепцию Единого бога Являющегося всеобъемлющим Главным аспектом всего сущего Известного как Атен или Атон Он взял себе имя в честь этого бога Эхнатон означает дух Атона Солнечного божества То есть эта сущность здесь Это Атон И это может значить две вещи В зависимости от того, как мы смотрим на этот символ Но давайте взглянем на это Как на солнечный принцип Солярное божество Бог света Бог, несущий свет Поэтому Это можно также рассматривать как слово люцифер Происходящее от двух латинских слов Люкс, означающего свет И ферре Означающее иметь при себе Или приносить, или нести То есть это несущий Несущий свет Далее Это может означать две различные вещи Нам нужно понять, что Люцифер и Атон Являются одним и тем же основным принципом Одним символическим принципом И они по сути являются дуалистическим божеством В нем есть аспект света Солнечного бога Несущего истинный свет осознания А также в нем присутствует темный аспект света То есть один человек может быть истинно просветлен И на самом деле обладать светом Действительно обладать знанием А другой может нести в себе темный свет Те, кто обладают знанием Как устроено все в мире Но они его используют Следуя за эго То есть моя воля превалирует Поскольку я вижу себя богом Я особенный по отношению к остальным Я существую, чтобы манипулировать и править ими То есть в зависимости от того, как вы смотрите на этот символ Это либо Атон, либо Люцифер Неважно, видите вы это Символически Как положительное или отрицательное Я представляю вам обе интерпретации Как положительную, так и отрицательную Однако в обоих аспектах Эту сущность можно рассматривать как Атона или Люцифера Помните об этом Если взять символ Циркуль и наугольник И поместить вершину циркуля Вверху этого символа А его основание На уровень основания пирамиды Которым она стоит на земле Вы увидите очень интересную вещь здесь Если мы отследим Пять точек Относящихся к циркулю И наугольнику Двух концов циркуля Двух краев наугольника И затем середину Общую для них Их линию симметрии Если мы продолжим Линии концов циркуля Мы увидим, что он указывает На две буквы На две крайние буквы Этой ленты Н и М Н в слове новус и М в слове секлорум Затем мы переходим к наугольнику Которым проверяют прямые углы К внутреннему краю наугольника И мы видим, что эти линии Также указывают на две буквы Также находящиеся на противоположных краях Этой фразы Ануит коептис На Эй в слове ануит И на Эс в слове коептис И теперь мы проводим линию По горизонтальной Оси симметрии И мы видим, что Она указывает на одну букву Находящуюся точно посередине ленты Букву О в слове ордо Эти пять букв Если их переставить Оказываются анаграммы слова масон Или каменщик И это является символом Всего масонства Это символ всех строителей И кто же такие эти строители? Мы все Эти строители Мы все Совместно на этой планете Являемся со-созидателями Нашего коллективного опыта Делаем мы это неосознанно Или сознательно Создаем наши переживания Все равно мы являемся строителями Этого мира И вот что мы построили в нем То, что мы имеем на данный момент Итак Кто строители? Мы строители Но существует два разных типа каменщиков Есть каменщики Строящие из камня Они строят пирамиду Снизу вверх Они строят ее из камня Если соединить пять этих букв Как они коннотативно использованы На этой печати Они формируют перевернутую Искаженную пентаграмму А перевернутая Скошенная пентаграмма Если взглянуть на темную Окультную символику Всегда используется Как символ понуканий Это символ подвоха Символ пустых обещаний Что что-то будет исполнено Будет предоставлено По завершении чего-то другого Еще раз Мы видели Что эти четыре оконечности Представляют материальный мир Изображенный в виде Направленной вверх пирамиды Блоков Физических объектов И они разрушают дух Пятый элемент Подавляют дух Погребая его под весом пирамиды Видите ли Темные строители Темные каменщики Масоны Те, кто строит Мир Мужского доминирования Это клинок Мужской символ Они строят из блоков Кирпичей То есть людей Попавших в ловушку Физической реальности Пяти чувств И неволю Левого полушария мозга Это люди Кто не могут Измениться Они обладают Одной формой И она затвердела Кирпичи Когда-то были Мягкой Податливой глиной Им можно было Придать Они могли Принять Различную форму Легко изменяемую Изменения Происходили легко Но если она Обожжена Левополушарным Солярным Сознанием Мужского доминирования Глина Становится Твердой И неподатливой Неизменной Она становится Кирпичом И вот Из чего Строится мир Мужского доминирования Из кирпичей Обожженных В одинаковой Форме Уни В форме Застывшие Принявшие Общую форму Не могут Видеть Что происходит Не Видят Они не способны Видеть Они просто Слепые Понимаете Они застыли В одной форме В форме Кирпича И они Использованы В качестве Элементов Для постройки Мужского Мира Клинка Мир Клинка Будет Управляться Теми Кто Озарены Светом Они Являются Клинком Чародеи Мужского Доминирования Они Обладают Светом Но все Остальные Остаются В невежестве И когда Вы Завершаете Постройку Свет Заслоняется От земли Темные Масоны Строят Клинок И если Вы Завершаете Структуру В кирпиче У них Весь Свет А весь Мир Погружен Во тьму Этот Символ Атон Или Люцифер Представляет Чародея Полностью Поглощены Своим Эго Сознание В плену Эго Око В треугольнике Я Я Есть Бог Говорит Чародей Колдун Миру И Я Сделаю Всех В этом Мире Во всем Мире Согласно Своему Образу И Подобию Но Только Я Буду Обладать Всем Светом И Свет Будет Заслонен Ото Всех Оставшихся В невежестве И В одной И Той же Форме И Мир Мужского Доминирования Родится И Он Погрузит Планету Навсегда В темноту Это Негативное Значение Этого Символа И Обратите Внимание Это Клинок Без Чаши Видите Вот эти Три Точки Формируют Чашу Но Она Отсутствует Она Словно Призрак И Она Стала Призраком Посредством Человеческих Жертвоприношений Посредством Климации Заботы Как В Богемской Рощи Она Стала Призраком Посредством Удаления Священного Женского Начала Из Троицы Именно Из-за Безразличия Происходит То Что Происходит В этом мире Священное Женское Начало Отсутствует Стало Призраком А Мужской Принцип Воплощен В камне И В этом Состоит Проект Проект Нового Мирового Порядка Который Темные Каменщики Строящие Из Кирпича Воплощают В реальность Далее У Этого Символа Есть И Светлая Сторона Опять же Он Поддерживает Наш Проект Новый Мировой Порядок Если Истинный Бог Создатель Несущий Истинный Свет Пробужденный Неокортекс Префронтальная Кора Мозга Раскрытие Третьего Глаза Камень От которого Отказали Строители Сознание Христа Можно так Сказать Несущий Истинный Свет Истинный Аспект Атона Солярный Разум Если Мы Как Иной Вид Каменщиков Пытаемся Совершить Работу Которой Он Благоволит Истинный Носитель Света Истинный Бог Создатель И Создаем Положительный Новый Мировой Порядок Наша Работа В качестве Строителей Этого Проекта Состоит В удалении Кирпичей Сверху Донизу Один за Другим Этим Мы можем Помочь Тем Кто Хочет Этого Мало Помалу Удаляя Кирпичи И помогая Людям Изменяться Во все Большем И большем И большем Количестве И если Эта Пирамида Будет Разобрана До самой Земли Убрана Совсем Ничто Не будет Заслонять Этот Свет Созидания Она Будет Удалена И Сравняется С Землей Так что Земля Не будет Погружена Во тьму Мира Доминирующего Мужского Начала Наоборот Она залита Светом Поскольку Кирпичей Больше Нет Тех Кто Не способен Измениться Нет Они смогли Измениться Метаморфоза Трансфигурация Трансформация В сознании И Они Поднялись На более Высокий Уровень Осознания В этом Состоит Противоположный Позитивный Новый Мировой Порядок Есть Масоны Каменщики Разбирающие Постройки Из камня И Светлый Масон Строитель Света Труженик Света Хочет Разобрать Камни Чтобы Свет Сошел Пролился На землю Чтобы Создать Положительный Новый Мировой Порядок В этом Аспекте Это Мощный Величественный Символ Истинных Мистических Традиций Их цель Убрать Эту пирамиду Мужского Доминирования И принести Свет На землю Итак Мы видим Что это Символ Соломона Закодирован Здесь Мужской Аспект Это Ин Простите Янь Светлый Аспект Сознания Совмещенный С Женским Ин Темным Аспектом Сознания Составляет Вместе Символ Соломона Как Вверху Так И внизу Герметический Принцип Зашифрованный В этой Печати Печать Соломона Изображена Здесь Это Тело Объединенное С Духом В храме Тело Человеческого В разуме Солнце И Луна Левое И правое Полушарие Мозга Чтобы Создать Камень Философский Камень Раскрытие Третьего Глаза Шишковидной Железы Известный Как Камень От которого Отказали Строители Поскольку Темные Строители Отказываются От этого Света Осознанности Света Сознания И пытаются Заблокировать Его Завершив Постройку Этой Пирамиды В камне Итак Это Мой Анализ Даного Символа И Просто Поразительно Когда Углубляешься В это По-настоящему Изучаешь Это Самостоятельно Погружаешься В его Символику И все Становится Еще Понятнее Когда Исследуешь Эту Дату В основании Пирамиды Потому что Эта Дата Обозначена Как MDCCLXXVI Римскими Цифрами Что Дает Нам 1776 И Вот Как Она Раскладывается Это Таблица Букв И Соответствующих Им Цифровых Значений Если Вы Просто Почитаете M Это 1000 D 500 C Это 100 И Эта Буква Здесь Дважды Это В сумме Дает 700 L Это 50 В сумме 750 X Это 10 Также Взятая Дважды Что Дает Нам 770 V Это 5 В сумме 775 И I Это 1 В сумме 776 И Далее Мы Будем Матрия Это Каббалистическая Нумерология Это Окультная Форма Нумерологии И Она Очень Проста Это Не Более Чем Сложение Этих Отдельных Цифр Друг С Другом И Мы Можем Сочетать Их Различным Образом В зависимости От Цифр Которые Мы Складываем Между Собой И Мы Понимаем Что Все Сложенные Значения Идентичны И Они Означают Одно И Тоже В Окультной Нумерологии Итак 1776 Число Что Мы Получаем Если Складываем Значения Этих Римских Цифр Вместе И В данном Примере Мы Сделаем Следующее Мы Просто Сложим Единицу И Шесть И Не Будем Трогать Эти Две Семерки И Мы Получаем Семь Семь И Семь И Каждый Знакомый С иудаизмом Или Кабалой Может отметить Что это Символ Бога Что Это Число Символизирующее Троицу Сознания В его Совершенной Форме Семь Семь И семь Это Божественный Аспект В человеке Это Мысли Эмоции И действия Три Аспекта Нашего Сознания Достигшие Уровня Богов Достигшие Семерых Небесных Сущностей Солнца Луны Меркурия Венеры Марса Юпитера И Сатурна Семь Богов Считавшихся Важными В Древнем Мире Это Репрезентация Семи Энергетических Чакр В теле Итак Семь Это Символ Завершенности Совершенства И Бога И Семерка Устроена Как символ Бога Далее Если мы Сложим Эти Три Семерки Вместе Получится 21 И 2 Плюс 1 Это Родители И Ребенок Отец И Мать Бог Создатель И Священное Женское Начало И Божественный Ребенок И В сумме Получается 3 2 Плюс 1 Дает 3 То есть Все Эти Значения Можно Рассматривать Как Идентичные Или Что Они Означают Одно И То же Это Числа Символизирующие Бога Или Завершенность Совершенство Божественное Пробудилось И Осознало Себя И Они Могут Использоваться Взаимозаменяемо В Оккультных Системах Еще раз 3 Является Числом Единства Слияние Мыслей Эмоций И Действий Три Единое Существо Три Единый Бог Троица Итак Далее Я Собираюсь В нашем Уроке Гематрии Я собираюсь взять эти буквы Поскольку гематрия Это сплав Геометрии И математики Гео Геометрия Гея Земля Измерение вещей Измерение земли Матери И матрия Математика Мать наука По имени Маат Древнеегипетской богини матери То есть Гематрия Это комбинация Геометрии И математики И здесь присутствуют все эти элементы Математический аспект Выраженный Римскими цифрами Представляющими собой числовые значения Математику И у нас есть форма Заданная Треугольной формой пирамиды И мы будем совмещать эти Две дисциплины Взяв У нас здесь девять букв И задана форма Имеющая Три вершины И мы продублируем Эту форму Три раза И поместим Эти буквы У вершин Треугольников Мы начнем с М И поместим ее Сверху первого Треугольника И затем Д и С В его основании И повторим это Трижды М Ди Си Си Л Икс Икс Ви А теперь Мы заменим Римские цифры Современными Числовыми Значениями И мы получаем Следующее Мы получаем Тысячу Пятьсот И сто Сто Пятьдесят И десять Десять Пять И один И вы видите Здесь определенный Принцип На вершине Пирамиды В каждом случае Мы видим Явную систему Тысяча Сто И десять В математике Это известно Как степени Десятки Или силы Власть Атена Или Атона Силы Атена Или Атона Власть Атена Или Атона На вершине Пирамиды Поскольку Атен Атон Неважно Как вы на это Смотрите Находится На вершине Пирамиды Это игра Слов Работающая В английском Языке И это Не случайность Это Совершенные Числа Нумерологии Числа Десять Математики Основанные На числе Десять И силы Или власть Атена Или Атона На самом деле Находится На вершине Пирамиды В основании Пирамиды Мы видим Пятьсот И сто Пятьдесят И десять Пять И один И если мы Сложим их В каждом Основании Мы получаем Шестьсот В основании Здесь И тысячу На вершине Шестьдесят В основании Тут И сто На вершине Шесть В основании Здесь И десять На вершине Далее Мы можем Просто убрать Все нули Поскольку Нули Не имеют значения в гематрии, поэтому их можно убрать. И мы видим, что это, в общем, сводится к следующему, единицы на вершинах и шестерки в основаниях. И теперь мы можем совместить их в одну пирамиду, и мы получаем на вершине 1, 1 и 1, или три столпа, три аспекта сознания, мысли, эмоции и действия, три столпа афримасонства, и в основании три шестерки, 6, 6, 6, число зверя или базового низшего сознания. И помни, что три соотносится с 7, 7, 7, поскольку если сложить семерки, мы получаем 21, если сложить 2 и 1, мы получаем 3, то есть 7, 7, 7 и 3 идентичны друг другу. Поэтому вы можете просто заменить 7, 7, 7, чем угодно, что дает сумме 3, как 1 плюс 1 плюс 1. 1 плюс 1 плюс 1 равно 3, поэтому мы можем поместить 7, 7, 7 на вершине пирамиды, заменив ими 1, 1, 1, они идентичны, поскольку оба дают 3. И мы получаем Бога на вершине. Свет и зверя или низшее сознание иллюзии и идентификации с физическим миром в основании пирамиды, застывшая в камне в одной форме, которая не может измениться, иллюзия, эго, идентификация с эго. А теперь мы сокращаем их снова. У нас было 7 плюс 7 плюс 7, получаем сумме 21. У нас было 6 плюс 6 плюс 6, получаем 18. Вот что имеется в виду под сочтением числа зверя, то, что мы сейчас и делаем. Скажем так, это именно указание по гематрии, данное в книге Откровения в Библии. У нас здесь 21, и, конечно, как мы видели, это дает нам 3, число Бога, и 18, 1 плюс 8 равно 9, число эго и иллюзии. Почему 9 является числом эго и иллюзии? Вот почему. Число 9 обладает весьма значимыми математическими свойствами, и они показаны здесь при сложении с числом 9 и при умножении числа 9. И это половина таблицы сложения, а это половина таблицы умножения. 9 плюс 1 равно 10. 1 плюс 0 дает 1. Мы просто складываем цифры результата сложения вместе. То есть, видите, мы возвращаемся к тому, с чего начали. С единицы, сложенной с девяткой, к единице, то есть прибавление 9 словно прибавление 0. 9 плюс 2 равно 11. 1 плюс 1 дает 2. Получается 2. И мы вернулись к двойке. Опять же, прибавление 9 то же самое, что прибавление 0. Можно сделать это с любым числом. 9 плюс любое число возвращает нас к тому же числу, если цифры результата сложить между собой. В гематрии это называется редукцией, сокращением. Мы сокращаем эти две цифры, или три цифры, или четыре цифры, до одной цифры. И в конечном счете возвращаемся к тому же значению, с которого начали. Потому что прибавить 9, это прибавить иллюзию, или прибавить эго, или прибавить низшее базовое сознание. И когда вы прибавляете зверя, добавляете низшее сознание, вы никогда не сможете вызвать какого-либо изменения в значении. Вы не вносите никакого значения в уравнение. Вы прибавляете к нему 0. Вы ничего не добавляете. Вы добавляете иллюзию. Далее. Умножение на 9 дает иные результаты. Единица, взятая 9 раз, равна 9. 9 раз по 2 равно 18. Сложите 1,8, получите 9. 9 раз по 3, 27. Сложите 2,7, получите 9. Взятая 9 раз любое число, неважно какое. Складывая цифры результата, вы возвращаетесь к 9. То есть это говорит символически, что умножение низшего сознания дает вам лишь больше низшего сознания. Вы не можете создать ничего нового с помощью эго, иллюзии и низшего сознания. Так что вот почему 9 является числом иллюзии и низшего сознания. И как таковое, оно синонимично с 666 числом зверя. Еще я должен упомянуть, что дата 1776 одновременно дата подписания Декларации Независимости в США. А это документ, утверждающий суверенность, независимость человека, и что наши права исходят от нашего Создателя, как бы мы ни представляли себе этого Создателя или эту силу. Исходят не от людей. Но также это дата создания Ордена Баварских Иллюминатов, что произошло 1 мая 1776 года, являющегося люциферианским темным оккультным шабатом, известным как Вальпургиева Ночь. 1 мая, майский день 1776 года, когда официально Баварские Иллюминаты Орден Просвещенных появился на свет. То есть, дуализм заложен даже в этой дате. Вы можете смотреть на темный, новый мировой порядок, целеустремленно выстраиваемый с 1776 года, со времени, когда этот темный оккультный орден был создан, и цель светлого, нового, мирового порядка донести свет на Землю путем убирания кирпичей и возвращения к пониманию суверенитета личности, как это записано в Декларации Независимости. Когда мы смотрим на это, мы видим, что эти два числа, 777, символизирующие Бога, завершенность, совершенство, и 666, символизирующие иллюзию или низшее сознание, они редуцируются до 9 и 3, что дает нам оккультное число 93, путь от иллюзии к реальному, путь от иллюзии к истинному источнику силы, путь от низшего базового сознания к божественному сознанию или состраданию. Это процесс пути от 9 до 3, поскольку 9 отбрасывается. Это иллюзия. 9 плюс 3 равно 12, 1 плюс 2 дает снова 3, поэтому 9 сокращается, будучи иллюзией. Пройти путь от 9 к 3, а это число, символизирующее волю, силу воли. Мы проходим этот путь посредством акта личной воли, и это акт любви, любовь и воля, как мы увидим позже, идентичные силы.